друзья всем привет сейчас у нас январь зимой я занимаюсь подготовкой рамок сбиваю много рамок раньше когда было мало семей я этим занимался весной и летом сейчас уже пасека растет и все эти работы стараюсь делать зимой и у меня был ролик будни пчеловода или рутина там еще была обложка видео я показывал как сбиваю там наващиваю проволоку натягиваю и помню дмитрий тараскин подписчик по моему он салта если не путаю уже тогда мне посоветовал обратить внимание на степлер зубр электрический и как бы я все время про это помнил и когда за задумался о покупке степлера сразу начал изучать зубр почитал отзывы посмотрел и купил в декабре и уже хорошо пробовал так что это будет отзыв о степлере зубр я думаю для тех у кого нет или кто задумался о покупке степлера это будет интересно основной плюс что он не требует никакого воздушного компрессора как пневматически но это понятно вот такая упаковка мощность 2000 ватт серия мастер гарантия очень большая пять лет хотя продавец мне дал гарантию 36 месяцев то есть на три года скобы используется тип 55 от 15 20 до 25 миллиметров гвозди тип 300 от 15 до 30 миллиметров инструкция гарантия такой набор пробных гвоздей 25 и скобы сразу скажу какой интересный плюс людей скобы по 50 штук а я купил сразу 3000 штук скобы тип 55 и они в упаковках вот в одной одной такой партии пачки да здесь 100 штук хотя в инструкции указано что входит зарядку степлера 50 штук на самом деле прекрасно ходит что это такой приятный сюрприз 100 штук заряжается защелкивается все удобно в работе защита случайного срабатывания то есть только когда прижимаете нажимаете пуск тогда он срабатывает это пуск включение выключение регулятор мощности без градации просто как говорится подбором подкручиваешь не находишь ну в сельской местности плохое напряжение как правило в электрических сетях у меня такая проблема была пришлось обратиться в районную эту сетевую компанию чтобы проверили как-то напряжение улучшилось и на полную мощность ставлю и тогда работает сейчас покажу его в работе это без использования кондуктора шаблона просто как говорится на коленке забиваю боковую потом нижнюю планку уже бью по одной скобе сразу скажу про важный нюанс вот так пальцы держать не надо надо здесь прижал и забиваешь а почему сейчас скажу доделаем это здесь до конца не дошла потому что здесь вот что-то типа сучка и мощности не хватило но это можно ударить если бы сильнее торчало тогда хуже он может смять его так молотком можно добить ну жесткость нормальная потом еще проволока до жесткости ващина то есть 25 скоба может быть скажет маловато но уже проверено кто с рутом работает это нормально для додана я уже не буду говорить возможно 25 для додана маловато скорее всего маловато тридцатка нужно так почему нельзя вот так пальцем держать рамочку одну оставил работе вот такие происходят иногда случаи тут я 2 забивал вот она выскочила то есть так было несколько раз и при работе один раз как только его купил в первый же день в палец я себе получил такую ну не слишком большая травма но не все равно неприятно то есть здесь пальцем не держите вот так вот подальше надо ставить вот таким образом сейчас покажу я вот еще у меня были старые запасы рамок вот с такими планками верхние 10 миллиметров и они магазины они нормально до сих пор старые рамки есть нормально работы то есть не гнет их там не ломает и поэтому в этом сезоне решил попробовать такие магазинки сделать и бил значит подвеска бы сверху одну сбоку ну еще до того как степлер приобрел я с гвоздями работал вот так вот делал ну еще для жесткости решил здесь про крик промазывать клеем довольно таки жесткая я увидел потом позже что и братья белорусы такие рамки в этом году наделали но они с помощью кондуктора работает там конечно все это бодрее и но с приобретением степлера я подумал что шаблон на одну рамку в принципе не нужен потому что скорость примерно при шаблоне на одну рамку и при ручном как говорится на коленке сбивание очень близко вот имеет смысл делать кондуктор сразу задуматься об этом ну а сейчас я несколько сотен магазинок и корпусных надел там несколько рабочих дней там я потратил как бы очень производительность сильно повысилась я надел таких рамок очень много не сказал кстати про цену значит я покупал новосибирске интернет-магазине местном 3 150 месяц назад декабре комплект сколку сколку таких 3000 штук 570 рублей 25 миллиметров это что касается цен ну такой на работе там по моему по инструкции идет 20 ударов в минуту на нем если ничего не путаю ну вполне нормально пока я работал никаких проблем не было главное напряжение в сети принципе рекомендую спасибо всем за внимание всем удачной зимовки следующее видео будет про покупки там получилось пару посылок будьте здоровы если нравится ставьте лайки если не подписаны подписывайтесь на канал всем удачи пока подписывайтесь на канал всем удачной зимой 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 зимой